День, который может спасти жизнь. Под таким девизом в Волгограде проходила научно-медицинская конференция. Врачи-кардиологи, терапевты и другие представители медицинского сообщества, заинтересованные в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, собрались на форум, который является частью всероссийского проекта «Ваше здоровье. Будущее России». Национальная программа «Ваше здоровье. Будущее России», инициированная Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, еще раз напомнила о важности профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения сердечно-сосудистой системы. Как известно, от сердечно-сосудистых заболеваний страдает более 40% взрослого населения страны. Наша обучающая программа для пациентов, они направлены на то, чтобы в комплексе воздействовать на проблему артериальной гипертонии. Они недостаточно информированы о том, что артериальная гипертония – это не мой убийца, о том, как правильно вести себя, как сделать так, чтобы артериальная гипертония либо вообще не возникла в жизни, либо, если она возникает, то в более старшем возрасте, в более легкой форме. И как справиться с этим недугом, как жить долго и счастливо, даже если у вас есть артериальная гипертония. Программа посвящена вопросам ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И в Волгограде ее поддержали областное министерство здравоохранения и ряд фармацевтических компаний. За сравнительно небольшой срок реализации проект «Ваше здоровье. Будущее России» дал положительные результаты. Смертность населения России от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. О успехах Волгоградской медицины нам рассказал главный врач Волгоградского областного клинического кардиологического центра Виталий Иваненко. За последние несколько лет в Волгоградской области отмечается четкая тенденция по снижению смертности от болезни системы кровообращения. И говоря о результатах 2017 года, мы видим, что у нас смертность от болезни системы кровообращения даже снижается. Такую же картину мы видим по снижению смертности от ишемической болезни сердца. Но наибольшие успехи в нашей области достигнуты в рамках лечения и, само собой, снижения смертности от острого инфаркта миокарда. За 2017 год 40% данный показатель. Простые меры, правильное питание, физическая активность, отсутствие вредных привычек, все, что вмещается в понятие здоровый образ жизни, были и остаются эффективной профилактикой. Если присоединить к этому своевременное обследование и соблюдение рекомендаций врача, то результат будет весьма оптимистичным. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.